Привет! Вы смотрите программу «Это интересно!» Меня зовут Олеся Буровова и вместе мы будем разгадывать тайны боевых искусств. Мы живем в 21 веке, и каждый из нас наверняка считает себя цивилизованным представителем во всех отношениях. Но так ли это на самом деле? Хлеба и зрелищ требовали жители Древнего Рима. Хлеба и зрелищ требуют наши современники. Вот только гладиаторские бои мы заменили на бои без правил. В ближайшие 10 минут. Кто такие современные гладиаторы? Что заставляет людей биться в клетках? Зачем нужен промоутер? И чем мы отличаемся от жителей Древнего Рима? Известный американский журнал провел опрос среди своих читателей. Хотели бы вы вновь увидеть кровавые гладиаторские бои? Спрашивалось у них. Большинство ответило положительно. Спрос, как известно, рождает предложение. И вот уже в современной Италии, в городе Риме, открыта настоящая гладиаторская школа. Здесь все воспроизведено с точностью до деталей. А кстати, каковы они, эти детали? Участников боев без правил современники нередко величают гладиаторами в память о когда-то столь популярных римских бойцах. Чтобы понять, в чем сходство этих людей, а в чем отличие, мы обратились за комментариями к эксперту-историку Олегу Жданову. Итак, кто же были эти самые гладиаторы? Изначально гладиаторы всегда были рабами. Сам гладиаторский бой – это культовое мероприятие, которое римляне переняли от этрусков. Однако развлечение быстро стало популярным. И через некоторое время участником гладиаторских боев мог стать уже свободный, правда, бедный гражданин. От него требовалось немного. Это были просто физически сильные и ловкие мужчины, потому что ловкость в данном случае – та ситуация, когда человек должен уметь владеть оружием и очень быстро в групповом бою, в бою с животными. Вот и первое отличие. Гладиаторы Древнего Рима бились на арене не только с людьми, но и с животными. А вот столь любимого многими восьмиугольника не было. Для людей того времени быть ближе к крови, к самому такому вот жесткому процессу было вполне нормальным, потому что языческая сторона, где жертвоприношения кровавыми были ежедневной составляющей, поэтому сетка была не нужна. Отличие второе. Участники боев без правил сражаются без оружия. Римляне же голым кулакам предпочитали сталь и латы. Поединок наверняка должен был окончиться смертью. Правила просты. Прямое подчинение конкретному сценарию. Отказ от боя, трусость наказывалась избиением до смерти или раскаленными железными прутьями. Конечно, такого в современном мире быть не может. Ведь мы цивилизованное общество. Но тем не менее, кое-что от наших предков мы унаследовали. Сходство первое. Гладиаторские бои – это целое шоу. Это целое шоу со специальными сценариями, очень хорошо продуманными, имитирующие все варианты боевых действий того времени. Бои без правил – это тоже шоу. Яркое, красочное. Быть может, сценариев не прописано, но кто знает, как оно там на самом деле. Сходство второе. У каждого гладиатора были свои промоутеры, тренеры и медобслуживание. Были созданы со временем действительно гладиаторские школы, где существовали магистры, тренеры, промоутеры. То есть это была целая индустрия. И она стоила огромных денег, потому что за ними ухаживали. У гладиаторов было медицинское обслуживание. Их достаточно хорошо кормили, их постоянно тренировали. У них был свой кодекс чести. Но при этом они все равно оставались рабами и никаких социальных прав у них не было. Сходство третье. Древние римляне не хуже нас с вами понимали, что бой человека с человеком на глазах у публики – прибыльное мероприятие. И на этом можно заработать неплохие деньги. Собрать зал – это самое главное всегда было. Билеты стоили очень дорого, именно потому что затраты на подготовленного гладиатора, участника шоу такого, да, были весьма высоки. Поэтому, соответственно, нужно было отбить вложенные деньги в продюсерский бюджет. Если драку обернуть в правила, заправить музыкой и провести в нормальном зале, она получится куда интереснее боевика по телевизору. Для спортсмена «Бои без правил» – хороший способ заработать популярность. Для зрителей – получить свою долю адреналина. Вот только есть еще третий элемент. И имя ему – промоутер. Так же, как и в Древнем Риме, у современных гладиаторов обязательно есть свои промоутеры. Их основная функция – организация поединка, то есть отбор спортсменов, поиск зрителей, помещение, договоренность со СМИ. Бойцы выбираются по следующим показателям. Скоростные, качество, выносливость, техническая подготовка и в борьбе, в борьбе в портере, и ударная работа в стойке – все это должно быть соединено воедино, плюс талант. Между прочим, в боях без правил можно участвовать с 18 лет. Верхний возрастной предел не ограничен. То есть испытать себя может любой человек, который чувствует в себе достаточно силы и выносливости, даже дедушка. И еще неизвестно, кто одержит победу. У спортсменов, которые обладают одинаковыми скоростными, силовыми, морально-волевыми качествами, все-таки преимущества получают те, у которых есть природное чутье, и которым благоволит удача или пышшие силы. Над образом идеального бойца трудится целая команда профессионалов. Кого там только нет – тренеры, спарринг-партнеры, медики, диетологи, психологи. Полный штат специалистов. Тренер должен четко, очень хорошо знать и чувствовать состояние своего воспитанника, уметь подвести его в нужной физической, функциональной и психологической форме к соревнованиям. Соответственно, врач-диетолог следит за здоровьем и питанием спортсмена. К особым людям требуется особый подход. А в том, что эти люди не такие, как все, сомневаться не приходится. Вся жизнь участника боев без правил подчинена жесткому графику тренировок, питания и отдыха. Никакого права на свободу. По крайней мере, в подготовительный период. Это напряженный тренировочный процесс. Шесть раз в неделю, три раза в день тренировки. Кузница чемпионов работает без перерывов и выходных. Зрители требуют хлеба и зрелищ. С первым как-нибудь сами разберутся. А вот второе с удовольствием предоставят промоутеры. Ими, между прочим, для этих целей когда-то была придумана клетка. Хотя, не только ради этого. При поединках в восьмиугольнике, вот как раз сетка высотой метр восемьдесят до двух метров, она препятствует выходу, выпадению спортсменов за пределы ринга. И, в общем-то, это способствует уменьшению количества травм. Сломанные конечности, выбитые зубы, раскрошенные носы. Все это обычный результат боев современных гладиаторов, которые на потеху публике избивают друг друга в стальных клетках. Кстати, говорят, что впервые использовать стальные клетки стали в 1993 году. Основатель подсмотрел ее в гонконговском боевике. Клетка или восьмиугольник – так называют в боях без правил место битвы. Оно представляет собой железную восьмиугольную клетку. Высота стены около двух метров. Когда боец входит на эту арену, ворота за ним закрываются. Он остается один на один с противником. Лишь судья смотрит за ходом битвы. Но помощи от него не жди. Здесь поможет лишь сила, ловкость и удача. Годы тренировок. Долгие часы оттачивания техники, кровью и потом накачанной мышцы. Спортсмен показывает все, на что способен. Выйти из железной клетки можно будет лишь тогда, когда закончится раунд. А пока удары, броски, подножки, полевые приемы – все, чтобы одержать победу. Выйти из этого замкнутого круга можно и раньше. Судья заканчивает бой, если имеют место нокаут, техническое поражение, травма. Или если боец сам отказывается от дальнейшего поединка. Зачем люди дерутся? Но с древними атлетами все понятно. У одних попросту не было выбора. Другие действовали по принципу «голод не тетка». Но для чего современным, отважным, мужественным, сильным и уже получившим признание в среде своего боевого искусства мужчинам выходить в стальную клетку? Мы решили спросить у самих бойцов. Николай занимался акробатикой. Затем в военном институте рукопашным боем. Получив звание мастера спорта, перешел в более жесткие виды единоборств – бои без правил и панкартион. Клетка для него – второй дом. Если человек выходит в восьмиугольник или в ринг, то есть он выходит на кой, то в настоящее время это, как правило, очень подготовлено во всех видах, аспектах. То есть и в борьбе, и в боксе, и ударная техника ног у него присутствует, и борьба в партере. Николай провел в восьмиугольнике 45 боев. И все-таки он до сих пор не может забыть свой первый выход в это своеобразное замкнутое пространство. Первый выход в клетку – такой он очень своеобразный. То есть ты выходишь, само состояние вокруг тебя окружено из клетки, немножко чувствуешь себя, как зверь загнан. Выбор соперников в боях без правил не случайен. Он включает в себя несколько аспектов. Это и градация по весовым категориям, и финансовая сторона вопроса, ну и, конечно, многое зависит от замысла промоутера. Но это не значит, что боец как-то ограничен в своем выборе. Если предложат хороший контракт на этот бой, который меня будет устраивать и финансово, то есть возможно набрать вес и выйти в более тяжелую категорию. Друг Николай Андрей также представитель современных гладиаторов. Когда-то его тренер ради забавы натянул в спортзале канаты и предложил подраться юным спортсменам. Проба оказалась высшей. Андрей Рудаков понял – без боя его жизнь будет пуста. В середине 90-х, когда я первый турнир UFC увидел по телевизору, я понял, что мне это нравится, я хотел бы попробовать себя в боях без правил. Конец 20-го века. Время зарождения боев без правил в России. Ребята вспоминают – то зрелище куда больше современных походило на гладиаторские поединки. Ограничений практически не было, но не было и профессионалов, заточенных под этот вид боев, а потому одержать победу был шанс у каждого. Ну я никогда не занимался этим, чтобы выбирать себе соперника, честно говоря. Мне кого выбирали, с тем я и буду драться. Ну чем не гладиаторы? И пусть говорят, мол, это жестоко и бессмысленно, но есть в этом действии что-то такое первобытное, гладиаторское. Потому что льется кровь, и люди дерутся до конца. Вот вы спросите меня, для чего это все? Я вам отвечу – потому что добро должно быть с кулаками. Есть такая древняя восточная мудрость. Мужчина может отказать мужчине в дружбе, может отказать дать денег в долг. Но если один мужчина вызывает другого на бой, отказаться нельзя. Вот так. В следующий раз мы поговорим о людях, которым дано право судить других людей. С вами была я, несравненный легковес Олеся Бурового. Увидимся! Субтитры подогнал «Симон»!